С нами проходит газопровод, а у нас в домах и в наших хатах нет газа. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на этот вопрос. На краевом уровне решается вопрос, но этого очень мало. Проблема энергоресурсов страны, конечно, не может не находиться в поле зрения правительства и моего поля зрения как главы государства. Проблема газификации, в том числе. Я хочу вот о чём сказать в связи с этим. Часто население обращает внимание на то, что у нас часть газа продаётся за границу, и, конечно, возникает естественный вопрос у каждого. Но что же мы продаём, а о себе? Давайте сначала себя обеспечим. Так, наверное, да? Нет, давайте сначала себя обеспечим. Я думаю, что, Татьяна Алексеевна, у вас тоже такие мысли приходят в голову. Вы знаете, вот… Не только у меня, у одной. Не только у вас, у одной. В этой сфере вот мы что в настоящее время имеем. Так, чтобы и у вас, и у всех других было ясное представление о том, что происходит здесь. Мы продаём сегодня для того, чтобы произвести тысячу кубов газа, произвести и доставить до потребителя. В России Газпрому это обходится примерно в 420 рублей. Я говорю на память, но примерно, почти уверен, что не ошибаюсь, 420 рублей. А продаёт Газпром в среднем, я имею в виду в среднем, и для населения, и для промышленности, по 410 рублей. При этом населению гораздо дешевле, а промышленности в два раза почти дороже за 420. Но в среднем получается 410. То есть, стоит 420, а продаётся за 410. Себе в убыток. Если любое предприятие, любое акционерное общество, даже само государство в целом будет работать в убыток, система будет ликвидирована. Это работа на самоликвидацию. Мы просто потеряем газовую сферу. Поэтому часть газа продаётся за рубеж. Обратите внимание, внутри страны по 410 рублей за тысячу кубов в среднем. За рубеж мы в Европу продаём по 100-110 долларов за тысячу кубов. При этом внутри страны продаём больше, чем в два раза, чем поставляем за границу. За границу, по-моему, 129 миллиардов, внутри страны за 300. И продавая за границу, «Газпром» гасит свои убытки внутри страны и имеет небольшие средства для развития. Вот, собственно говоря, чем объясняется необходимость продажи за границу. Но что касается сети для бытовых потребителей, то она у нас постоянно расширяется. Может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но расширяется. Хочу обратить ваше внимание и на следующее обстоятельство. Краснодарский край, газификация Краснодарского края в два раза выше, чем газификация других регионов Российской Федерации. Хотя, как мы с вами знаем, Краснодарский край всё-таки это не Сибирь. Но и в Краснодарском крае такая политика по газификации будет продолжаться. Вообще, моё собственное мнение заключается в том, что мы должны максимально долго сохранять щадящие нормы потребления и щадящие цены, прежде всего, для бытовых потребителей. Если для промышленности постепенно, постепенно должны выравнивать цены, то для бытовых потребителей, если уж мы сами крупнейшая газовая страна мира, то для бытовых потребителей, тем более, учитывая небольшие доходы населения, мы должны как можно дольше сохранять эти низкие цены. И мы будем это делать. Что касается непосредственно вашего хутора, то на 100% сказать не могу. Я знаю, что планы по газификации дальнейшей Краснодарского края существуют, но до конца эфира, я попрошу моих помощников, они мне справку принесут или выведут сюда на дисплей компьютера, я думаю, что в течение 5-7 минут я вам могу точно сказать, когда к вам придёт газ. Давайте в таком случае сейчас переключимся на другой город или, может быть, на телефонный центр Востанкино, а к утру вернёмся чуть позже. Пожалуй, телефонный центр Востанкино, Кирилл Клеймёнов. На связи ли вы, Кирилл? Да, очень важная тема, которая ещё не нашла отражения в сегодняшней прямой линии с президентом России, которая очень часто при этом встречается в телефонных звонках. Это беспризорные дети. И я подчеркну, что эта тема встречается в звонках, которые приходят из разных уголков страны. То есть эта тема очень остро звучит и в Москве, и в Владивостоке, и в Калининграде. И сейчас у нас звонок из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена Валентина Петровна, Ростовская область, столица Игорлыкская. Валентина Петровна. Валентина Петровна. У меня к вам такой вопрос. Вы знаете, что у нас миллионы детей беспризорников. Они не учатся. Что их ожидает в будущем? Какие меры принимается на опасном уровне? Поэтому вопрос. Спасибо. Валентина Петровна, проблема действительно очень большая и достаточно сложная. Действительно, очень много беспризорных детей. Это проблема особенно видно в крупных городах, таких как Москва и в крупных городах Юга России. Вот там это наиболее заметно. Знаю об этом. В чем состоит проблема? Если, скажем, после октября 1917 года, после Гражданской войны, было очень много беспризорных детей, оставшихся без родителей, то сегодня, к сожалению, у нас очень много беспризорных людей при живых родителях. И вторая часть этой проблемы – очень много беспризорных детей, которые приезжают в наши города из других стран СНГ, из бывших республик Советского Союза. И тоже при живых родителях. Поэтому решение этой проблемы не может быть таким же, каким оно было в 20-е годы прошлого века. Здесь прежде всего нужно разработать систему мер по укреплению семьи, по здоровому образу жизни и так далее, и так далее. Хотя с самой проблемой изъятия детей с улицы, конечно, нужно бороться оперативно. У нас есть подраздел программы «Дети России», который на эту проблему внимания обращает, но, видимо, недостаточно. Поэтому совсем недавно я дал отдельные поручения правительству разработать систему мер, направленную на решение этого сложного вопроса и острого очень вопроса. Персонально этим будет заниматься в правительстве Валентина Ивановна Матвиенко. Спасибо. Надо воспользоваться моментом, когда налажена хорошая телефонная связь с Востанкиным, потому что были периоды, когда просто отключалось. Давайте, Кирилл, еще раз слово. Самые последние данные социологов с начала нашего эфира сюда, в телефонный центр, поступило уже более 9 тысяч звонков. Вернее сказать, это не поступило, а обработано. Поступает гораздо больше. Сейчас техника фиксирует более 15 попыток дозвониться в одну секунду, сколько точно сейчас уже определить невозможно. И надо сказать, что колоссальную нагрузку испытывает не только техника, но и телефонные операторы. Потому что эти люди сейчас пропускают через себя те проблемы, ту боль, которую пытаются донести до президента люди. И я вижу, что сейчас есть телефонный звонок. Я попробую облегчить работу одному из наших телефонных операторов. И я прошу ее передать мне телефонную гарнитуру. Это наушник и микрофон, при помощи которых она общается с абонентом на другом конце провода. Здравствуйте, вы слышите меня? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сергеева Любовь Михайловна. Любовь Михайловна, откуда вы звоните? Я звоню из города Мантурово, Костромской области. Долго вы дозванивались, скажите? Я сегодня позвонила около 11, набирала, наверное, раза 2. Вам повезло. Повезло, спасибо. Какой вопрос президенту у вас? Можно задать вопрос? Да, пожалуйста, президент вас слушает. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Любовь Михайловна. Я работаю воспитателем в школе-интернации. Нам, бюджетникам, постоянно задерживают зарплату. Воспитываю одна, двоих детей, один ребенок, у меня инвалид с детства. Так как в нашем городе нет врача по заболеванию ребенка, мы вынуждены ездить в клиники разных городов. Ну, Кострому, Ярославль, Москву. Ребенку требуется очень много разных лекарств по основному заболеванию. И сопутствующим тоже. Владимир Владимирович, я считаю, что есть семьи, для которых задержка зарплаты – это большая трагедия. Моя зарплата около 800 рублей. 660 рублей пенсия ребенка. Владимир Владимирович, мы практически не живем, мы существуем. Вопрос, видимо, заключается в том, что этой семье задержка.